Привет, мои дорогие! И сегодня мы поговорим о моих летних планах. Я сижу в окружении таких прекрасных книг, и знаете, всегда я обожаствовалась планы, и всегда, когда я сажусь их составлять, я думаю, так, возьму минимум книг, потому что я понимаю, что у меня скоро будут еще там покупочки мои придут, еще новые книжечки будут, они тоже войдут в планы. Но в итоге я подхожу к своим полкам, смотрю, сколько у меня прекрасных историй, и я хочу и это взять, и вот эта книга у меня уже давно лежит, и вот этот вот роман идеально подойдет на лето, и в итоге у меня получаются огромные стопки, и хочется прочитать все и сразу. Пишите, кстати, у кого такая же проблема, я же не одна такая. Я тут разобрала все по жанрам, и давайте я начну с прекрасной стопочки, которая прям меня манит к себе. Вот такая стопочка, и это у меня книги из фикс-прайса нет, кроме вот этой. Это все у меня книги из фикс-прайса, которые я покупала на книжных охотах на своих. Кстати, скоро тоже у нас с вами будут книжные охоты в фикс-прайсе. Так что ждите обязательно. Мне сказали, там новиночки вышли, так что скоро с вами пойдем на охоту. Я недавно снимала марафон с книгами из фикс-прайса, где я читала 12 часов книги из фикс-прайса, и вам так зашел этот марафон, поэтому я думаю, что лето мы обязаны еще сделать что-нибудь такое, возможно, даже уже 24 часа чтения, и как раз там прочитать вот эти книги. Как вам такая идея? И первая книга — это 1 плюс 1 Джо Джо Мойс. Боже, я обожаю этого автора. Хоть читала книгу «До встречи с тобой» еще в 2016 году, далеком 2016, но я помню, какие эмоции мне подарила эта книга, и в каком я в восторге осталась. Как раз-таки в 2016 году вышел фильм «До встречи с тобой», и я помню, как читала книгу, а потом смотрела фильм, и это было так классно. Недавно я пересмотрела фильм второй раз, и у меня появилось огромное желание прочитать продолжение «До встречи с тобой», там вроде бы «После тебя» книга называется. В общем, кто читал, напишите, как вам, потому что я очень хочу теперь познакомиться. Но вот 1 плюс 1, я как-то в книжных покупках сказала, что это книга, связанная как-то с фильмом 1 плюс 1, и оказывается, что это совершенно разные истории, за что я извиняюсь, честно говоря, сама не знала, но это еще интереснее, поэтому я вообще не знаю, что меня будет ждать в этой книге. Оно и к лучшему, я люблю читать эти книги, когда ничего о них не знаю. Мне, кстати, кто-то писал под марафоном, что тоже купили из-за меня, подумали, что это книга по фильму, да, 1 плюс 1, а тут оказалась совсем другая, но восхитительная история, и эта книга там в любимые вошла, представляете, как бывает? Далее книга «Татуировщик из Освенцева». Это книга на реальных событиях. Это то, что я знаю, что история очень тяжелая, и на реальных событиях. Все, больше я себе ничего спойлерить не хочу, но то, что это на реальных событиях, и то, что это трогательно, заставляет мне, если честно, бояться. Я обожаю истории, основанные на реальных событиях, это всегда меня очень цепляет, тем более, если, конечно, книга будет трогательной. Не знаю, хороший ли вариант брать ее на марафон, потому что, мне кажется, книга будет тяжело читаться, возможно, я возьму ее вне марафона, просто и прочитаю, и буду делиться с вами своими впечатлениями, может быть, даже какой-нибудь влог сделаю. Первая смерть Лайлы Колин Гувер. Когда я эту книгу не тела в марафоне, многие писали, что зря ее не взяла, но я обязательно, ребята, ее прочитаю. Вот, возможно, в следующей части, например, марафона, я обязательно возьму эту книгу, что ничего страшного, будем с вами еще вместе ее читать. И тоже триллер, это последнее, что он сказал мне. Говорят, кстати, даже, что вышел сериал по этой книге. Здесь пропадает, насколько я помню, муж, и он оставляет записку. Он оставляет деньги и записку. Защити ее. И находит в записку Хана и его новая жена. Ну, интересно, такой закрученный сюжет такой. Триллер-детектив у нас будет расследование. Куда же пропал? Это самый муж. И последняя книга с Фикс Прайса, это «Тайная жизнь пчел». Очень была удивлена увидеть ее, на самом деле, в Фикс Прайсе, по такой хорошей цене, вроде бы за 200 рублей я ее взяла. И я помню, как эта книга одно время шумела на Буктюбе, даже тогда я думала, брать ее или не брать, так и не взяла. А здесь сама судьба мне послала эту книгу в руки за такую цену в Фикс Прайсе. Конечно, я ее взяла. И я просто уверена, что эта книга мне понравится на 99%, потому что здесь история также о жизни, о жизни девочки, о ее тяжелой судьбе. И я такие книги очень сильно люблю. И тоже под последним видео мне кто-то писал, что это вообще восторг, что эта книга попала в одни из самых любимых, что это вообще тысяча из десяти. Поэтому у меня тоже, конечно, большие надежды на эту историю. Это что касается Фикс Прайса. Дальше на меня здесь смотрят книги Агаты Кристи. Давайте их вам сейчас и покажу. У меня здесь Зло под солнцем, но понятное дело, хочу ее прочитать летом. И также здесь у меня Биста в Восточном Экспрессе. Эту книгу я хочу перечитать. Вообще, это моя самая первая книга Агаты Кристи была, которую я читала как раз-таки в шестнадцатом или в семнадцатом году, честно говоря, точно не помню. Но я очень хорошо запомнила концовку, до сих пор ее идеально помню. Но вот как там все разворачивалось, как шло расследование до этой концовки шокирующей, я, честно говоря, плоховато помню. Поэтому очень хочется перечитать эту историю, освежить свою память, как там все развивалось, потому что помню, что я осталась под огромным впечатлением. Так что вот такие детективы Агаты Кристи у меня в планах. На самом деле, я читаю книги Агаты Кристи как щелкаю просто семечки. Я не замечаю, как пролетают страницы. Поэтому, да, я вот читаю книги Агаты Кристи за один-за два вечера вообще без напряга, с огромным восторгом и интересом. Поэтому надеюсь, что и эта книга меня не разочарует, потому что в этой книге, в принципе, я уверена. Кстати, еще забыла показать, что у Джоджа Мойса у меня еще одна книга в планах. Это «Две встречи в Париже». Вот так вот Джоджа Мойса столько лет не читала, а сейчас прям вернулась к этому автору, но меня это радует. И эта книга как бы предыстория книги «Девушка, которую ты покинул». Поэтому, если эта книга мне понравится, то и ту историю я прочитаю. Что меня привлекло? Что эта книжечка очень маленькая, что здесь рассказывается про Париж. Конечно же, как я могла такое пропустить? Конечно, никак. И я думаю, эту книгу взять, опять же, в какое-то путешествие, когда мы будем куда-то ехать, например, на поезде. У нас есть несколько поездок, запланированных на лето. И как раз таки, мне кажется, книгу эту классно взять с собой, положить в сумочку, в чемодан. Она такая маленькая, миленькая, удобно будет ее читать. Для меня чтение романов летом — это просто идеальное сочетание, идеальная комбинация. Поэтому, конечно же, показываю вам романы, которые я запланировала. Первое — это «Я очень-очень сильно хочу вернуться к Канни Джейн». Так соскучилась по этому автору. Хоть читала, вроде бы, месяц назад книгу, «Твое сердце будет разбито». Нет, вторую часть, «По осколком твое сердце» я читала. Я все равно уже так соскучилась по историям этого автора. Вообще, кстати, летом у меня уже распланирована куча поездок, и дабы не таскать с собой вот такие вот кирпичики, эти книги я планирую также читать и в электронном формате. Я использую LitNet — это крупнейшая литературная площадка, где тысячи авторов публикуют свои книги и общаются с читателями. На платформе есть удобная библиотека, где можно сохранять книги и читать их с телефона или ноутбука. И сейчас на LitNet проходит фестиваль скидок, где скидки до 50%. Вы представляете, как это классно? Распродажа стартует 28 мая и продлится до 31 мая. Самое время, чтобы набрать себе книжечек в поездку. Я как раз-таки этим и займусь. Книги Анны Джейн я уже себе добавила. Ну а так у меня в планах прочитать вторую часть, естественно, «Тайны черного дракона». И также в моих планах вернуться к серии «Музыкальный приворот». Представляете, первую часть читала год назад. Да. Не знаю, почему для меня вот эта серия насыруется с летом. Я думала, что прочитаю ее осенью, но нет, я поняла, что для меня эта серия — чистая ассоциация с летом. Как в том году я читала первую часть, это было так восхитительно. Поэтому и эту вторую часть я буду читать уже этим летом. И все-таки, конечно, если мне пойдет, все будет хорошо, если мне будет интересно, я планирую прочитать эту серию залпом. Ну а там посмотрим, конечно, но серия, первая часть, по крайней мере, мне понравилась. Поэтому продолжение уже очень хочется прочитать. Кстати, что самое важное, что я не забыла, что было в первой части. Я до сих пор помню хорошо сюжет. «Мой желанный враг» — Лены Сокол. А знаете, что с этой книгой я планирую делать? С этой книгой я планирую снимать, скорее всего, негативный отзыв. Да-да. Я думаю, что вы от меня этого ждете. Кстати, смотрите-ка, у меня здесь летняя открытка. Хоть я читала эту книгу зимой. Это, наверное, какой-то намек, что я к ней все-таки вернусь летом. Я правда забыла. Вот, я дошла до 170-й страницы зимой, когда читала. И мне показалось это настолько слабеньким, что я прям хотела бомбить. Я бомбила, помню, в Телеграме, записывала голосовые. Вот, не знаю. Вот я люблю книги Лены Сокол. Правда люблю. У меня много историй ее, например, «Любовь по обмену», «С тобой никогда», который я обожаю. Кей Джема, супер милая книга. Но эта для меня история настолько шаблонная, настолько клишированная. Знаете, напомнила сериалы «Россия-1», который вот бедная девушка и какой-то олигарх, который ее замечает, замечает там уборщицу, я не знаю. И вот это вот все, там любовь ни с того ни с сего. Вот так вот в этой книге мне показалось. Ну, не знаю, посмотрим как бы. Там, конечно, тоже драмы всякие разные, что там, закрученный сюжет. Но как-то вот, не знаю, когда я читала в первый раз, мне вообще не пошло совершенно. Посмотрим, что буду второй раз. Я вернусь к этой книге, планирую. Хочу сначала начать читать, прям с самого начала перечитать и вот закончить, и собрать свое мнение в кучу, так сказать, и уже сделать, возможно, отдельный обзор. Такого на моем канале не было. На самом деле, я, конечно, немножко боюсь снимать негативные обзоры, но иногда, когда-то нужно попробовать, нужно пробовать что-то новое. Она любит плохих парней от Алекс Хилл. Это вторая часть метода книжной героини. Здесь главная героиня Катя, которая в прошлой книге была второстепенным героем. Я такое люблю, что когда один герой сначала второстепенный, а потом становится другой книги главным. Такое было в книгах Хося Лавренович, не дружи со мной и не спасай меня. Посмотрим, как это получилось у Алекс Хилл. Хотя, на самом деле, метод книжной героини книга мне не так сильно понравилась. Там была очень милая любовная линия, но сам сюжет для меня был слабоватенький. Посмотрим, как будет здесь. Но опять же, да, вот этот вот сюжет, плохой парень, хорошая девочка. Я уже очень много книг читала в своей жизни таким сюжетом, поэтому посмотрим, понравится мне или все-таки эта книга разочарует. Но, конечно, я надеюсь, что она меня порадует. И книга Аси Лавренович, конечно же, это все из-за тебя. Кстати, скоро, скоро выйдет книга Аси с моим отзывом на обложке. Тоже она выходит в конце июня. Я так сильно ее жду. Вроде бы в конце июня. Если что, поправлюсь здесь, но она такая красивая, такая прекрасная, тоже она мне обязательно в планах, как она выйдет. Я ее обязательно прочитаю, точнее, перечитаю, потому что, конечно, я читала ее в электронном варианте до того, как написать отзыв на обложку. Но все из-за тебя, тоже суперлетняя история. Здесь дача, опять же, любовь и ненависть, все такое. В общем, иногда под настроение люблю такого почитать. И вообще, книги Аси я обожаю брать на вечер, как-нибудь летним вечером, я думаю, что и прочитаю эту книгу. И еще вот у меня здесь интересная книга есть, это Эми Харман. Я не знакома с этим автором, хотя я слышала столько положительных отзывов, и многие обожают этого автора, поэтому книга Эми Харман меня лится. У меня тоже обязательно в планах, это, кстати, у Клевера вышло вот такое потрясающее переиздание, потому что раньше эта книга была в мягкой обложке, теперь она в твердой, что меня радует. Но здесь, честно говоря, не знаю, что по сюжету. Опять же, это роман, тут вот написано первая любовь, психологизм, время в хэштегах. Прочитаем, узнаем. Тоже, если хотите что-нибудь интересное, влог, марафон на эту книгу, то пишите, потому что такая книга нашумевшая, мне кажется, было бы классно прочитать ее вместе с вами. Конечно, без классики летом я тоже обойтись не могу. Во-первых, у меня в планах Артур Хейли Аэропорт, вот эту книгу я прям железно ставила себе на летние планы. Я все прям хочу ее взять, не знаю, мне прям как-то тянутся руки к этому автору, к этой истории. Здесь действие происходит чистое в аэропорту. Насколько я помню, что действие происходит всего за один день, вы представляете? И в этой книге описывается вся работа аэропорта вообще, всех рабочих людей, которые там находятся, и там какое-то еще вроде бы страшное событие происходит. В общем, это все очень динамично, должно быть интересно. То, что действие происходит за один день, книга такая объемная, это, конечно, не то, что пугает, это очень интересно, как тут все расписано. Также у меня в планах пикник на обочине Аркадия Борис Стругацких. Я у братьев Стругацких читала книгу «Понедельник начинается в субботу». Та книга с таким русским колоритом, сказки русские, книга очень понравилась, особенно первая часть была такой позитивной, такой интересной, прям я даже не ожидала, что книга такая классная. Пикник на обочине, здесь у нас сталкеры, вообще вся эра сталкеров пошла как раз-таки с братьев Стругацких, поэтому это меня очень интересует и книга, конечно, поднимает такую тему, которая всегда на самом деле меня привлекала. Она для меня была именно вот очень интересной, очень интересно про такое будет почитать. Гидом и пассан, милый друг, с гидом и пассаном тоже знакомо, поэтому хочу прочитать еще произведение этого автора. Милый друг, это книга, рассказывающая о таком персонаже, не особо хорошем персонаже, и вот эта книга испытывает такие вот интересные эмоции, когда персонаж, возможно, немножко напрягает, а возможно и не немножко. Ну, по крайней мере, именно такие отзывы я слышала. Я у Гидом и пассана читала произведение «Жизнь», оно мне в принципе понравилось, было интересно следить за судьбой героини, тяжелой судьбой, про ее тяжелые отношения, например, с мужем, в общем, там именно вот рассказывалось, да, о жизни у вот такой вот героини с непростой судьбой. А здесь вот такая вот тоже интересная книга, и многие говорят, что это одна из сильных книг Гидом и пассана, поэтому будем читать, будем знакомиться. И, конечно же, у меня в планах прочитать второй том «Унесенных ветром». Я думала, успею прочитать его в конце мая, но все-таки нет. Вначале мая я дочитала первую часть «Унесенных ветром», в просчитанном вам скоро буду рассказывать об этой книге, потому что у меня там очень много эмоций будет. И вот том второй в руках держу. Я думаю, что в июне я прочитаю эту книгу, я очень хочу это сделать, потому что очень интересно, уже мне прям хочется уже вернуться к персонажам, потому что после первого тома там столько было событий, настолько книга была насыщенная, что я хотела немножко передохнуть. Так, у нас уже гирлянда погасла. Я хотела немножко передохнуть от книги и второй том взять попозже. Поэтому вот, я уже отдохнула и хочу уже скорее взять, вернуться к Скарлетт и другим персонажам. Хоть Скарлетт меня и бесила, спойлер в первой книге, но я уже по ней соскучилась. Фэнтези. Вот фэнтези у меня как-то мало получилось. Во-первых, я хочу попробовать взять книгу Виктория Шваб, которая называется «Незримая жизнь от Диларю». Здесь книга интересна тем, что здесь поднимается тема проклятия. Здесь Адиларю, девушка, которая уже очень-очень много лет, и в прошлом, много лет назад, она продала свою душу дьяволу за то, чтобы она не старела. И вот она не стареет, но у нее такое вот, на ней сказать, проклятие, что ее никто не запоминает, ее родители ее не узнают. Вообще, все люди, которые с ней знакомятся, они буквально вот отворачиваются от нее на пять секунд, поворачиваются обратно, и они уже не помнят, кто это перед ними стоит. Представляете, как это страшно, ну как это страшно и интересно. Поэтому этот сюжет меня очень зацепил, и вот, книга стоит давно на полках, я посмотрела на нее, поняла, что я про нее совсем забыла, вспомнила. Так что теперь в летних планах она у меня есть. И если будет у меня такое настроение, но это не точно, я все-таки хочу дать второй шанс книге Трейси Вульфа «Искушение». Я как-то начинала ее читать, вот да, у меня даже закладочка есть, точнее, стикеры здесь у меня лежат. Вот дошла до 112 страниц, и как-то вот мне не пошло, когда я брала, мне кажется, у меня просто было неподходящее настроение, потому что первая часть, в принципе, мне понравилась, а я очень часто слышу, что вторая часть, говорят, что она там вообще восторг, что там куча эмоций люди испытывают, пока ее читают. Не знаю, почему мне такого не произошло, но, возможно, нужно взять, вот будет в нужное настроение либо летом, либо все-таки уже осенью я обязательно вернусь к этой серии, тем более у меня уже стоит и третья часть, и четвертая часть скоро придет, поэтому нужно не отставать и все-таки читать. Мне интересно, почему многие люди говорят, что это такая вот прям потрясающая серия, что вторая часть огонь, я этого не поняла, поэтому хочу все-таки понять это, и надеюсь, что книга мне понравится, потому что тема вампиров, темная такая вот школа, здесь загадки, тут не только вампиры, но еще и ведьмы, и кое-кто еще. В общем, все тут интересно, загадочно, мрачно, поэтому такое я на самом деле люблю. Тема вампиров всегда меня очень привлекала, я там фанат сумерек с детства как бы. Что я еще 100% хочу прочитать, это книгу Дэниэла Киза, таинственная история Билли Миллигана, очень интересная история этого человека, узнать Билли Миллиган, тот человек, у которого было целых 25 личностей, у него это была личность художника, личность ребенка, личность женщины, вы представляете, ну 25 личностей, у каждой свой характер, свое влечение, свои хобби, я вообще от этого в шоке, когда я узнала на самом деле, тем более Дэниэла Киза я просто обожаю, я у Дэниэла Киза читала книгу «Цветы для Элджернона», которая мне безумно понравилась, поэтому я думаю, что и про этого человека Дэниэл Киз написал очень классно, в книге даже есть фотографии разных даже этих вроде бы личностей, в общем, это должно быть суперинтересно, я слышала эту книгу только положительные отзывы, говорят, что это вообще книга, которая взрывает твое сознание, я тоже хочу испытать такие эмоции вместе с этой книгой, еще у меня даже есть мемуары в планах, я думаю, что все слышали про книгу «Мемуары Гейша», которую написал Артур Голден в конце 1990-х годах, но там, как написано в аннотации этой книги, что некоторые факты неправильны, что там в некоторых моментах наврали, не то сказали, а это именно мемуары девушки Минека Ивасаки, это очень интересно, когда я видела такую новинку от Бомбора, здесь даже, кстати, есть ламинированные вставки с фотографиями, вы представляете, как это интересно, мне прям очень захотелось узнать, потому что про книгу «Мемуары Гейши» я слышала очень много, я даже как-то хотела ее прочитать, но в итоге наткнулась на вот эту новинку, я даже не знала о существовании такой книги, поэтому буду обязательно читать. Ну и последнее, летними вечерами, когда я буду уставать от книг, а у меня бывает такое, что я устаю от каких-то больших историй, я в такие моменты читаю комиксы и разные графические романы. У меня есть вот такой вот комикс прекрасный, это «Странная планета еще страннее», продолжение вот этого потрясающего комикса, который стоит сзади меня, мы его читали вместе с Женей, умелись, восторгались, поэтому я очень хочу вместе с Женей как раз-таки прочитать еще и вот этот комикс, мы уже планы себе наметили, поэтому летом это сделаем как-нибудь вечером, он читается буквально там за вечер, за два, тоже это такое, именно даже не то, чтобы чтение, а именно просто получение очень прекрасных, положительных эмоций от книги. Либордуга, «Чудо-женщина, вестница войны», книгу, которую я ухватила на огромных скидках в фамилии, да-да, если что, бегите, может быть, тоже там увидите, очень красивый комикс, который очень красиво выглядит и мне хочется познакомиться. Я слышала про историю «Чудо-женщины», но фильм не смотрела, который вот выходил как-то, может быть, там, в 17-18 году, но поэтому буду сначала читать комикс, если мне понравится, то тогда и фильм тоже гляну, но комикс, конечно, невероятно красиво выглядит. А еще ко мне совсем скоро придет комикс от Джессики Чоффи, у меня вот в руках первый том, скоро ко мне придет второй том, первый том называется «Иллюзии», посмотрим, как называется второй том, я вообще себе ничего не спойлерила, в покупках вам скоро совсем его покажу, вместе с вами его откроем, он ко мне уже пришел, на почте лежит, никак его не заберу, но обязательно у меня в планах прочитать, потому что первый том мне очень понравился, мне безумно интересно, что же там будет дальше. Хух, вот и все, мы с вами посмотрели все мои книжные планы, пишите в комментариях, есть ли у вас какие-то книжные планы на лето, потому что, честно говоря, я вот смотрю на эти книги, и я даже не знаю, за что мне браться, я хочу взять все и сразу, просто вот все книги открыть, и все книги сразу прочитать, но так, конечно, к сожалению, невозможно, поэтому буду стараться успеть прочитать это все летом, а я надеюсь, что вам понравилось провести время со мной, и всем спасибо за просмотр, пока-пока, увидимся в новом ролике. Субтитры сделал DimaTorzok,